Добрый день, дорогие друзья! Я Ольга Лисицына, писатель, публицист, просветитель, автор проекта «Мудро-21», который создан для молодёжи, о молодёжи и в котором будет говориться и отвечаться на все вопросы молодёжи. Сегодня первый эфир, первое занятие «Почему я лысая? Где я живу? Мой путь жизненный?» Вчера, в первом эфире, я обо всём этом рассказывала. Не будем тратить на это время. А сегодня, в первом занятии, мы будем говорить о том, земляне, кто это? Потому что, чтобы понять, кто из человек, что нам дано, что нужно нам в жизни делать, мы прежде всего должны понять и познать себя. А как понять себя, если мы не знаем наши корни? Очень много есть различных версий, но насколько они правдивы? Потому что нашей сегодняшней цивилизации номер пять много миллионов лет. О каждой расе, о каждой цивилизации, которая живёт, воплощена на планете Земля, мы будем разговаривать. Мы будем говорить обо всём. Но я вчера думала, с чего же начать? И сначала даже думала взять темы эфира «Он и она». Мужчина и женщина как человека. Но я поняла, что нет. Сначала давайте поговорим о нас, землян. И я вот так назвала эту первую передачу «Земляне. Жизненная волна». Потому что, по сути, кто все мы? Камни, вулканы, растения, животные. Мы люди. Почему мы все разные, разного цвета кожи? У меня обычно кожа белая. Но учитывая то, что я живу в городе Сочи сейчас, и с удовольствием всегда хожу на море, хожу загорать, соответственно, вот я такая загорелая. Откуда мы пришли и куда мы направляемся? Когда я говорю «мы», это не только люди, человеки, но и «мы» – это вся наша жизненная волна. Мы будем подробно рассказывать и говорить о всех планах бытия, о волнах, как всё это происходит и как наша цивилизация развивалась. Итак, «Земля». «Земля» – это четвёртая планета, нет, третья, третья планета от Солнца. Соответственно, у нас есть Солнечная система. Но наша Солнечная система находится в галактике, которой дали прекрасное, красивое название «Млечный путь». И учитывая то, что мы будем говорить, как создавалась материя из проекта, из цифры, из кодов, как вот из этого, скажем, молока, да, как каждая хозяйка, когда взбивает, например, даже тесто, или из молока взбивается масло или крем, это тоже очень похоже на создание материи из жидкого состояния. Но мир был создан не из жидкого состояния, мир был создан из слова. Потому что сначала было слово. И слово было у Бога. Но многие религии приватизировали Богов и говорят, что Бог – это тот или иной человек или субстанция. Но, по сути, даже Сократ говорил о том, что, говоря о Боге, мы ограничиваем Его. Но нам же надо понять. И, обращаясь также к восточным знаниям, потому что знания западного мира более бедные, по сути, мы переводили на английский, на греческий, а на славянские языки Библию. Но Библия – это только та книга, которая дана была нам две тысячи лет назад. Мы знаем, что также есть другие книги. Это в основном описание. Скажем так, на Востоке это было. Махабхарата, Бхагавадгита. Это книги, которые несколько сотен лет, несколько тысяч лет до Рождества, когда родился Христос и когда мы сделали новый отчёт времени. Почему мы сделали новый отчёт времени? Потому что земля перешла в новую эпоху. Она перешла в эпоху рыб. Рыб – это созвездие в нашем личном пути, максимально близкое к нашему, к нашей Солнечной системе, где Солнце – ядро, вокруг находятся планеты, которые вращаются вокруг Солнца, вращаются вокруг собственной оси. Солнечная система тоже стремится, летит в космосе, тоже вращается, да, сама. То есть жизнь – это и есть движение. Во Вселенной нет ничего, чтобы не двигалось. Тогда мы скажем, а что же такое Вселенная? Потому что мы часто говорим пространство, жизнь, Вселенная. По сути, каждый человек – это многомерная сущность. И как нам говорят, что мы созданы по образу, подобию Божьему, так и есть. И, соответственно, мы тоже многомерны, и у нас внутри, в нашем теле всё движется, всё взаимодействует. И мы будем тоже с вами говорить, что у человека семь тел. Наша физическая – три смертных и три высших. Я когда думала, пока писала книгу, что мне надо написать, нарисовать структуру человека, я поняла, что это должно быть очень много диаграмм, потому что человек многомерен. Но вот эти три смертных тела наших, я их вижу немножко в таком горизонтальном виде, потому что они очень сильно связаны с земной материальной оболочкой. А духовное – оно более высокое и направлено вверх. И, соответственно, чем выше у человека развиты его духовные высшие тела, тем выше они находятся. И вообще есть связь, потому что зачастую люди, когда живут в горизонтальной форме, вот у животных тоже горизонтальные позвоночники, они так бегают, да, и только жираф, он вытянул свою голову и пытается в более высокие сферы тонкого мира себя поднять. Ну, понятно, это, скажем, шутка, как это по-русски, честно. Учитывая то, что я очень много читала и на итальянском языке, и когда я перевожу еще на язык современности, мне сложно иногда вот эти вот языки между собой сопоставить. Опять же, в предыдущем эфире я подробно, более-менее подробно рассказываю о своей жизни. Кому будет интересно, тоже будем обсуждать те или иные моменты становления, именно как человек начинает выходить на степень осознанности, на степень духовного развития. Потому что о материальном мире мы знаем много, очень много и ученые, и многие науки у нас именно материальные. И даже вот я недавно смотрела, слушала интервью одного астронома. Он смотрит на мир очень сильно с материальной точки зрения. Как бы высоко не устремлялись его мысли, но он не может воспринять вот эту всю многогранность. Смотрит с одной точки зрения. Ну, как мы говорим, век живи, век учись. Так что такое пространство? Что такое вселенная? Миры. Что нам говорит гугл? Вселенная – это термин, который обычно означает весь пространственно-временной континьюм. Я прочитала, мне прям понравилось это. То есть есть пространство и время. по сути 4D – это и есть время, которое нельзя потрогать. Вот у нас, землян, время ещё почему есть? Потому что у нас есть материальный мозг, есть материальные глаза, человек и тело человека. За времена, миллионы лет эволюции, миллиарды, очень изменились. И мы, по сути, да, венец мироздания. И мироздание нас очень любит, и о нас заботится. И всё, что мы делаем, мы делаем только из парадигмы учеников, песочницы, друг друга. Совком по голове ударили, песка в глаза насыпали, обозвали, забирай свои игрушки, не писай в мой горшок. Вот так на сегодняшний день выглядит максимальное количество землян. И, соответственно, люди, внимание которых направлено в материальное, зарабатывать деньги, ходить на работу, обеспечивать свою семью, они недостаточно инвестируют своё время в познавание, и поэтому духовного развития. Духовность – это не значит религия. Духовность – это значит устремление вверх. И чему нас учит мироздание? Чтобы мы жили в гармонии, во всём. Материально и с духовным. Ну, пока так, нежели сейчас уйду в дебри. Так вот, Вселенная, в котором мы существуем. Вернусь ко времени. Почему у нас есть день и ночь? Потому что Земля вращается вокруг своей оси и вращается вокруг Солнца. И та сторона, которая повёрнута в настоящий момент к Солнцу, начинает поворачиваться, да, там. Вот у нас сейчас, например, в Сочи где-то около четырёх с копейками утра. Начинается восход. Зарница солнечная. Но, по сути, это не Солнце встаёт. Это Земля так поворачивается, что начинает видеть Солнце. И мы его сначала даже не видим. Вот в Швейцарии, где я жила, это очень наглядно, потому что там, например, гора тысяча метров. Я перехожу на другую сторону озера, где я жила. Я вижу уже свет. Я вышла уже светло, но Солнце ещё не видно. Оно за горой. Но над горизонтом оно уже встало. И вот я стою и жду. И смотрю, первый луч появляется. У меня есть фото, видеосъёмка. Потом, когда мы будем подробнее о Солнце разговаривать, я обязательно это расскажу. И потом всё уже. Потом краешек видно, и вот оно встаёт, 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 и вот его видно. Так вот, соответственно, там, где его не видно, другая сторона, там люди спят, там ночь, там видно звёздное небо и луна, если она присутствует, если она видна в той половине. так вот. И вместе со всеми формами и энергией и материи внутри него, внутри Вселенной, это планеты, звёзды, галактики, межгалактическое пространство, соответственно, и межзвёздное, да? То есть Солнце нам даёт энергию, свет, а там, где её нет, там мы видим вот этот космос. И август месяц, кстати, вот в Италии 8 августа вчера отмечают день Сан-Лоренцо, по-моему, он называется. Это самый активный день звездопада, ночь. Ну, соответственно, он длится какой-то период, но по-видимому мы видим вот эти кометы, звёзды, которые двигаются с другой скоростью не как у нас именно в это время. Соответственно, Вселенная может использоваться как синоним пространства, мира или даже природы, потому что природа это и есть проявление мироздания материи на планете Земля. По сути, мы единственная планета в Солнечной системе, которой нужен материальный мир, тела, для того, чтобы проходить нашу эволюцию, для того, чтобы наши души, я буду называть это монада, ну, потому что душа это слово, которое различными учениями, различными философами, мыслителями, религиями по-разному интерпретируется. Поэтому, когда мы будем разбирать наше высшее, наше материальное, тонкоматериальные тела, чтобы не было вот этого непонимания дух, душа, тела, монада, что такое монада? Это ядро разума, индивидуального, индивидуума, который имеет каждый человек. Вот, если мы, когда люди, которые устремлены к познанию, познаванию себя и мира, мироздания, потому, потому что это нам помогает двигаться, именно знание с большой буквы, двигаться в нашей эволюции, в принятии, чтобы у нас не было бунта, чтобы у нас было понимание, чтобы мы мыслили, осмысляли, осознанно проходили каждый свой день ситуацию с другом, с подругой, с мамой, с бабушками, дедушками. Если мы знаем, как это, мы знаем, как наилучшим образом, у нас есть закон свободы выбора, мы выбираем, как пройти ту или иную ситуацию. Соответственно, человек, еще раз говорю, многогранен, и нам на земле создали все условия для того, чтобы мы этот опыт могли получать. как мы попали на землю, когда нам дали разум. Все это мы будем в следующих передачах объяснять, рассказывать, мыслить на эту тему, потому что я мыслитель прежде всего. Я так же, как и вы, познаю этот мир. Почему мой проект называется «Мудрость жизни»? Потому что я собираю мудрость жизни со всех тех источников, которые мне кажутся правильными, на которые именно мое сердце, мое сознание, подгиб, и у меня уже хорошо развито ментальное тело, и, соответственно, канал с моим высшим телом, ментальным, подсознанием он называется. Так вот, если мы спросим у тех иерархов, космических строителей, и есть люди, у которых открыты каналы, и они общаются с более высшими, скажем, разумами, да, нашей земной сферы, потому что те люди, которые говорят, что они там общаются с плеядами или еще с другими планами, это их выбор, они могут пребывать в иллюзии, может быть, это не иллюзия, может быть, у них кармические связи с данными мирами, сейчас мы не будем об этом говорить, но есть иерархия света, иерархия зодиака, владыки кармы, у нас огромная иерархия пирамида наставников, потому что у каждого есть вибрации, энергии, знания, индивидуальность, и, соответственно, от нашего создателя, который нам дал код, чтобы его материализовать, этот код должен был опускаться на все низшие, низшие, низшие вибрации, как наша мысль конденсируется в слово, а слово конденсируется в действии. Также мысль, проект был создан по созданию вселенной. и когда мы спрашиваем иерарха, который взял на себя ответственность и ведет цивилизацию землян по пути, на пути эволюции наилучшим образом, потому что это иерархия света, мы спрашиваем, когда я говорю мы, человечество, люди, которые имели контакт, например, Елена Петровна Блавацкая, которая с вознесенными владыками записывала тайную доктрину разоблаченную Изиду, более простым языком уже Елена и Николай Рерих, Святослав их сын, Юрий, они уже в более простой форме для нас землян передавали данную информацию. Так вот, владыка, которому сегодня дано имя Майтрея, говорит о том, что мы занимаемся нашей Вселенной и мы не знаем, что там в другой Вселенной. И когда люди говорят, что я знаю всё, это не так, потому что знать всё невозможно. Наша цивилизация собирает знания сейчас и опыт планетарного масштаба в данном пятой расе на планете Земля. Соответственно, мы знаем им в следующих передачах мы будем говорить о том, что такое Вселенная, её дни и ночи, как она спит и как она пробуждается. также мы будем говорить о том, что я, когда изучала, читала труды Елены Петровны Блаватской, когда я читала первый раз в 2008 году, для меня это были не фразы и не слова, для меня это были буквы, я не понимала ничего. Я читала полторы-две страницы и меня просто вырубало, я засыпала. Потом, но мне моя наставница сказала, читай тайную доктрину. Потом, когда я уже с ней поделилась, уже будучи более осознанным человеком, уже где-то в 18-19 году, я говорю, слушай, ну вот ты мне сказала читать, а я читала и вот так и так. Она говорит, что ж ты мне раньше не сказала, я б тебя так не мучила. Но всё, что не делается, всё к лучшему, нам всё даётся по готовности. И даже если мы мозгами не понимаем, если в наши руки попадает то или иное произведение, книга, ситуация, значит, мы к ней готовы. И только страхом или невежеством, непониманием человек может себя лимитировать и говорить, ой, нет-нет, пожалуйста, не надо. и почему я решила свой проект переформатировать именно на молодёжь 14+. Моя книга «Он и она», о которой я постоянно говорю и QR-коды мы постоянно публикуем, это рукопись, именно рукопись, она ещё не полностью готова. Мы пять дней отредактировали, а вот шестой, седьмой день, где всеангельское собрание, где архангелы, кумары, Ной ведёт это собрание, объясняют законы мироздания, я всё там написала. Но мне сейчас заходят новые знания, и я буду ещё переформатировать, переписывать. И я эту книгу написала, соответственно, для молодёжи 18+. И когда моя главная редактор сказала, причём 18+, там не потому, что сложно, там есть некоторые крепкие слова, и на английском языке на букву F тоже. И главный редактор Мариана Хан сказала, Оля, может быть, давай это уберём? Я говорю, нет, я не хочу описывать, создавать иллюзорный земной мир, с одной стороны. С другой стороны, я не хочу тратить время, описывая заморочки людей. Мы в книге «Он и она», там почти 900 страниц, она толстая, описали именно за 7 дней плюс 1, как за несколько условных дней Андрей, главный герой книги, из тьмы, из диджея, который переходит в свет благодаря любви, а свою любовь он встречает на набережной в первый же день, в первой же главе, которая называется «Притяжение работы Купидона». О том, как встречаются души, как они любят или ненавидят друг друга, обо всём мы будем разговаривать. И когда я, как без пяти минут психолог, неопсихолог, в предыдущем эфире рассказывала, что я не стала учить классическую психологию, тратить на это время, потому что мы в двадцать первом веке, я переводчик энергий, иерархии света в двадцать первом веке для молодёжи прежде всего. И я работала со многими взрослыми и на проработке по методу ПВС, и как астролог, и как автор индивидуального курса «Сам себе дирижёр», и как просто друг встречаясь со своими подругами, друзьями, я услышала от людей сорок плюс, пятьдесят плюс, я не хочу это знать, я боюсь. Люди боятся познавать, и тогда я поняла, что четырнадцать плюс, вот, аудитория, которая ещё не знает, чего бояться, овны не знают, чего бояться, потому что это первая планета, первый сын солнца, огонь, овен, у которого по земному времени, в общем-то, состояние, скажем, ментальное от одного года до трёх, да, это как человек, вот только что родился, именно человек из песочницы, и который готов бежать на пролом, потому что у него много огненной энергии, так вот, взрослые боятся, но пришло время в двадцать первом веке, потому что взрослые заигрались в свои материальные штучки, в свои войны, разборки, невежестве, и вам молодёжи дана прекрасная возможность познать, принять и расти. Так вот, представьте, когда пробудилась Вселенная, а чем Вселенная пробуждается? Кодом отца, логос, отец, потому что Вселенная, материя, это женская, да, мы рожаем, и Вселенная рожает, миры, и вот когда я читала Балавадскую, для меня это даже была большая ассоциация не день и ночь, а именно лето и зима, потому что весной идёт пробуждение всего, и те программы, которые заложены в подсолнух, в морковь, они все начинают активизироваться, всё начинает расти, растительный мир, птицы, которые начинают щебетать, которые возвестники, да, возвестники весны, которые утром поют, что они делают? Они своими высокими вибрационными голосочками, они поднимают вибрации планеты Земля, а что делает петух? Он кричит, кукареку, да, не вот тут красный хохолок, потому что это предвестник именно огня, пробуждение. вот не просто так компанию, которая зарабатывает деньги на горе людей, на невежестве людей, назвали Black Rock, чёрный петух, потому что есть такие названия, они не просто так называются, чёрный лебедь, чёрный петух, никто не скрывает, ни одному чёрному петуху не дано разрешения называться огненным петухом, потому что в иерархии света и вообще в мироздании всё логично, то есть у нас есть свет, солнце, есть нейтральная энергия, есть гармония и разум, который может пребывать в мироздании без того, чтобы устраивать качели так-сяк, да, либо падать, либо подниматься, гармония и есть соответственно разрушительные энергии, тьма, хаос. Но свет сильнее тьмы. Вот смотрите, если мы заходим в тёмную комнату и включаем свет, одна лампочка нам освещает. Соответственно, одна добрая, прекрасная мысль, устремление к знаниям познания может осветить ваш внутренний мир. Мы будем говорить, что такое высшее я, что такое низшее я. Соответственно, мы понимаем, что люди, которые очень в этой горизонтали пустили корни в материю, им сложно устремиться вверх. И поэтому они начинают вот эти вот свои, я это называю, эго-пляски. Пляски своего эго, которые они просто ноги не могут удержать, они сами пускаются в пляс, сами там ругаются, куда-то бегают, пинаются, дерутся. Так это происходит. Соответственно, весна, потом летом, всё это зреет, достаточно солнца, солнечной энергии, у тебя какая коричневая стала. И расцветают цветы. И что дают цветы? Цветы дают семена и цветы дают плоды. То есть у каждого растения есть замысел и есть проект. Почему подсолнух не может быть ананасом? И банан, например, это рабочее изобретение предыдущей до нас расы атлантов, потому что у банана раньше было много семечек, как у тыквы и у арбуза. А обо всём этом мы будем разговаривать в следующих передачах. О руководителях групповой души растений, о руководителях групповой души каждой группы животных. Почему зайчик это зайчик, ёжик это ёжик, а тигр это тигр. Так и также у так как у нас иерархия, да, у планеты Земля есть иерархия света и тьмы, есть нейтральные служители, которые экзаменаторы, скажем так, экзаминируют тот или иной план. Дают им билеты, те вытаскивают, всё как в школе. Наша жизнь, она и есть школа. И потом начинается осень, когда мы пожинаем плоды, нам людям создали растительный мир для того, чтобы мы питались. мы осенью собираем плоды, через труд с весны, лето, осень включительно, человек трудится, а потом зимой раньше люди отдыхали, потому что не было столько технологий, которые нам сегодня уже дали звук отключить. У меня запись ещё идёт для ютуба. И надо отключить уведомления о телеграме, потому что он там звонит. Ладно. Итак, соответственно, осенью люди собирают плоды, через труд они должны были научиться вот этому постоянству, потому что если бы нам яблоки падали с неба, ну мы были бы трудными. Нет. Мы должны эволюционировать. И на каждый период, на каждую расу даны определённые уроки, домашние задания. И вот зимой природа отдыхает. По сути, жизнь после смерти это тоже зима, когда наша душа отдыхает. Монада. Наша монада индивидуальная отдыхает на том плане бытия, который она заработала по вибрациям во время суммарно всех воплощений. Плюс то воплощение, которое мы проходим сейчас. Либо ходит в школу, либо бьётся с другими привидениями. Как говорится, на что боролся, на то и напоролся. Что посеешь, то и пожнёшь. Поэтому я призываю и приглашаю наших, нашу молодёжь, наших землян начинать устремлять своё внимание, свой интерес к познаванию. И в нашей книге «Он и она. Мы для молодёжи 21 века на примере и Андрея с Марией и других их друзей, и Адама и Евы в 21 веке. И, как я вам говорила, будет собрание иерархии света, на котором будут присутствовать наши главные герои. Мы будем рассказывать законы мироздания. И изначально было задумано так, что к этой книге, я её назвала «Один точка один». «Он и она». Я буду писать вот такие пояснительные простые лекции, уроки, методичку, учебник, не знаю, как это назвать. И раньше у меня уже была составка, сделана, у меня уже проект разработан. Я предприниматель, плюс бывший дизайнер интерьеров, обычных дизайнеров не бывает, поэтому стилистика. Опять же, как делает космический строитель логос-отец наш. Создаётся проект, поэтому я создала проект своей книги, где будет 21 книга, где будет 7 сказок «Азбука добра» и «Раскраски», где будет для третья серия книг с 7 до 14 лет, скажем, для школьников, она называется Олимпиада Остров Счастья, это тоже проект Иерархии Света, который говорит, мы вам не будем присылать больше детей Божьих, так сказать, вы сами должны подняться до этого уровня, поэтому, детки, давайте изучайте печальный опыт землян и на базе скажем, оптимального опыта, учтя все проблемы и ошибки предыдущих поколений цивилизаций, о них мы тоже будем говорить, это будет все в третьей книге, а четвертая книга это уже 14+, это уже как строить новые отношения, как принять тело желаний, которые зреют у каждого человека именно к 14 годам, и как это монада должна начинать свой путь в данном воплощении в вашем теле наилучшим образом. Все эти знания, которые нужны, будут даваться каждый день, у меня будут эфиры по 45 минут выходной воскресенье. Так вот, к этой книге 1.1 я напишу книгу, еще учебник, это уже будет методический материал 1.3, которая называлась Мудрость Жизни, а теперь она будет называться Мудро 21, и будет энергетически усиливать наш с вами поток познавания. Так вот, по первой главе все, что происходит, будет именно вот в такой уже просветительской форме это все рассматриваться, что, как, почему. Как я говорила, что Андрей диджей, вибрации музыки, как они действуют на тело человека, историю, как нам понижали музыкальные вибрации. Вот, сейчас вот они через популярную музыку опять повышаются, но есть направления, люди, которые словами пытаются это все понизить, так вот, вернемся к слову. Я сказала редактору о Мариане, я говорю, нет, мы должны писать все, как есть и так, как есть, и поэтому эти крепкие слова иногда нужны, чтобы каждый из вас мог узнать там себя и понять, и посмотреть на себя со стороны, потому что смотреть на главного героя со стороны не больно, но зато вы многое можете понять и усвоить. Так вот, Вселенная зимой спит, потом она пробуждается весной, как и наша природа во Матушке Земле, и по проекту Логоса начинаются создаваться миры, и мы будем говорить в основном о Солнечной системе, так как мы земляне, нам надо наводить порядок и на планете Земля, на нашей цивилизации, которая является биомассой, так сказать, еще пока что малоосознанной, а время пришло уже нам переходить из энергии, ну, скажем, созвездия, подбираю слова, чтобы они были вам знакомы, созвездия рыб, вот мы обнулились, как бы Рождество Христово, да, есть там годы и века до нашей эры, которые не все известны, потому что люди раньше не писали, ну, там что-то на стенах, да, а та цивилизация, очень высокоразвитая Атлантида, которая существовала до нас, до потопа, до Ноя и до других событий, о которых многие некоторые люди тоже не знают, она ушла под воду, соответственно, Атлантический океан, и там так глубоко, и учитывая то, что материя была другая, об этом мы тоже будем говорить, поэтому вот материалисты, которые ищут что-то от предыдущих раз, очень мало находят, потому что очень мало что нам явлено сегодня, да, сверху на земле, или даже мы там, когда копаем, мы все равно узнаем в основном, скажем, есть доисторические времена, вот, и вот эти тысячелетия, которые были до нашей эры, они очень тонко исторические, потому что там мало что известно и понятно, а то, что известно, иногда не совсем правильно интерпретируется, как, например, версии на тему пирамид и всего остального. Об этом мы тоже будем говорить всему свое время. Так вот, мы зашли в эпоху рыб, соответственно, наша солнечная система летела именно под энергиями и была под эгидой вот этих энергий, назовем их рыбных. А сейчас мы медленно, медленно переходим в энергии водолея. А водолей это у нас называется стихия воздух. Соответственно, это мысленная уже форма. Форма мысли, которая невидимая. Но водолей, он безграничен. Поэтому и мысли наши должны быть безграничны. То есть мы все вот эти вот наши над золотом чахнуть должны взять понять себя, понять мироздание, понять свое мироздание, свою вселенную и начинать поднимать в ментальное тело, мысли туда, в космос. Так? Соответственно, тогда, как я уже говорила, нельзя будет врать. Ну, врать, конечно, будет можно, но все будут видеть, что ты берешь. Поэтому мы вот в эти светлые, яркие, пастельные, я вот даже выбрала для ютуба заставку Эд мудро 21 тоже сегодня. Думала, какое бы сделать, потому что вчера вот эту презентацию я записывала еще на фоне якутского нашего прекрасного северного сияния, которое мне очень нравится. Я родилась в Норильске, но у нас северного сияния не было. У нас была только полярная ночь, полярное лето, полярное все, короче. Все время 9 месяцев темно. Вот. И сегодня думаю, ну, какую же мне заставку поставить для ютуба? Так, звонит будильник, поговорит о том, что прошло 45 минут нашего времени и про заставку вы поняли, что меня вдохновило это. Я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. Завтра продолжим на той же точке, на которой мы остановились. До новых встреч в эфире. Благодарю за внимание. Продолжение следует...